В холодном российском Железногорске родился новый спутник для далёкой тёплой Индонезии. Назвали его Тилком. Это последние проверки перед отправкой на Байконур. Крупнейшие мировые операторы спутниковой связи обычно заказывают тяжёлые космические аппараты. В Индонезии, стране тысячи островов, спрос на спутниковые услуги растёт в геометрической прогрессии. Таким странам больше всего подходят спутники среднего класса. Если у вас маленький дом, вы не покупаете большой холодильник. То есть если орбитальная частотная позиция, принадлежащая государству, очень ограничена, то в неё нельзя поставить большой спутник. Его не позволят включить. Поэтому спутники среднего класса заказывают небольшие компании или те страны, которые только вступают на путь использования космической деятельности. Заказчик Тилкома – самый крупный оператор связи в Юго-Восточной Азии. Это и сотовые, и проводные, и спутниковые системы. Это Тилком лого. На эмблеме нашей компании символическое изображение руки и земли. Оно означает, что мир в наших руках. Специалисты информационных спутниковых систем ласково называют индонезийский спутник Тилок. Но в отличие от молодого бычка, этот аппарат не только умный, но и высокотехнологичный. Корпус из современных сотовых панелей. Это серьёзно облегчает вес спутника, не влияя на его прочность. В основе Тилкома – негерметичная платформа «Экспресс-1000H». 42 активных приёмопередающих устройства обеспечат устойчивую связь на почти 18 тысячах островах Индонезии, которая по населению занимает четвёртое место в мире. В основном технологический и конструктивный спутник состоит из двух частей. Это, собственно, модуль служебных систем или платформа, как говорят на Западе. И полезная нагрузка. Значит, полезная нагрузка – это компания «Талис Оленяя Спейс». Конструктив полезной нагрузки – система терморегулирования. Это всё сделано здесь у нас в ОСС. Мощную электроэнергетику Тилкому дадут солнечные батареи. Солнечные батареи, которые используются на платформе «Экспресс-1000H», являются гордостью нашего предприятия. Они имеют конструктив на базе угольных каркасов. Это композитные материалы, на которые смонтированы фотообразователи на базе «Арсенит-Галлия», что позволяет получать высокие удельные показатели. Индонезийский сибиряк уже на Байконуре. Впереди внимательные проверки, испытания и подготовка к пуску. Субтитры создавал DimaTorzok